Здравствуйте, на библейский портал Экзегет поступил вопрос, что означает нести свой крест. И вопрос, конечно, прежде всего уже даже люди, которые на нем задумываются, но все-таки уже понимают, что вряд ли речь о том, чтобы взять там крестик одеть его носить, или даже там какое-то вот крест большое на себя взваливать, его по улицам протаскивать. Нет, конечно, речь в переносном значении, в значении приточном, притче и насказание. Но тут очень важно помнить, что глубина толкования, глубина следования за Христом, она тоже может быть разной. Потому что самое первое, то, что Господь говорит, возьми крест свой, следуй за Мною. И идти на Голгофу, идти на страдания. И действительно, страдания, кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня. Евангелист Матфей в 10 главе говорит. Но тут крест как страдание, как следование через мучения, это лишь часть. Это часть, причем это часть невольная. То есть человек вот даже сам страдания не выбирает, а он просто, ну, им не противостоит. Да, Господи, это мне по грехам. Да, Господи, от этого я мог бы уклониться, но для пользы моих ближних я возьму потерплю. И, ну, однако, есть вот так понимание креста на этом только закончить, то это будет настоящая клевета на христианскую православную веру. Потому что Христос призывает нас не мучиться, а Христос призывает нас следовать за Ним, неся свой крест. И тут очень важен второй аспект. Второй аспект, который куда более радостный с одной стороны, а с другой стороны, куда более сложен для осуществления. Открываем одиннадцатую главу Евангелия от Матфея и читаем в двадцать девятом стихе. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И в тридцатом стихе «Иго бы мое благо, и брея моим ее легко». Удивительно, что тут за иго какое-то? Вот какая-то ноша, ну можно сказать, ну может не, здесь, наверное, речь не о кресте. Но Господь, если бы захотел, сказал о кресте. Господь до этого, в предыдущей главе, в конце десятой главы того же Евангелия от Матфея про крест сказал. Он развивает свою мысль. То есть это не просто выдернутое из одной и из другого места, это идет связанное повествование. Господь показывает некоторый рост своим ученикам, рост требований, рост, через который мы приближаемся к нему, к самому, к Богу. Поэтому, как получается? Получается, что мы берем и начинаем с того, что терпим некоторые невольные страдания, которые, ну вот болезни, какие-то невзгоды, несправедливости. Потому что Господь говорит своим ученикам и апостолам, да, вы не от мира сего. Потому что если бы вы были от мира сего, мир бы ваш любил. А он вас ненавидит, как и меня вас ненавидел. Потому что Царство Небесное не от мира сего. Да, это так. Но для нас, как для христиан, важно не только терпеть, важно не только там вот мучиться. На этом не надо сосредотачиваться. Надо, Господь говорит, если ты хочешь просто терпеть мучиться, то ты рано или поздно надорвешься. И человек порой там постится, молится, прощает врагов. Потом он все проходит, он все скидывает. Неохота ему, надоело мне ваше христианство. Несчастлив я с ним. Так ты же несчастлив с ним, ты же вот такой забитый не из-за христианства. А потому что ты взял его, христианство взял и в момент какой-то становился. Господь говорит, иго мое благо, бримое мое легко, его легко, его радостно нести. Но для этого нужно что? Нужно научиться у Христа, быть как Христос. Христос, да, страдал и мучился. Это конец, это итог его земной жизни. Даже не итог, это вознесение на небеса. Промежуточный итог его жизни. То, что он берет, страдает, умирает на кресте, несправедливаясь мучения, но потом воскресает. И самое главное, Господь возносится телом на небеса в славу, сидит одесной Бога и Отца. Вот это финал, финал его жизни. А все-таки, что он показывает на протяжении 30 лет своего безвестного служения? Пока он рос по слушанию Престой Богородицы, пока он просто работал плотником. Никому ничего не проповедал, а учил только своим примером. И уже можно у него было учиться. И что он прежде всего тоже нес и проповедовал, что он являл, являл на фоне величия своих чудес, на фоне того, что он мог ветры остановить, на то, что вот он, как Творец и Вседержитель мира, имел абсолютную власть. Господь проявлял кротость. Ибо я кроток и смирен сердцем. Вот это, вот это. Если ты берешь и находишь кротость, если ты находишь смирение в своем сердце, то ты сможешь даже где-то противостоять, потому что, да, там, сколько придирались ко Господу, пытались его подловить. И где-то Господь достаточно жестко осаждал. В том числе даже когда там к ученикам апостолам. Что это, ваш учитель ест, пьез грешников апостола и не знает, что ответить. Господь на место, можно сказать, поставил фарисеев. Но, тем не менее, он это делает с кротостью. У него нет задачи никого размазать. Размазать силой своих аргументов, величием своего подвига, чтобы все осознали, ой, какой я там страдалец, какой я православный христианин. Нет кротости. Потому что, если кротости нет, то можно увлечься тем, что вот Господь тебя не зовет на Голгофу, а зовет жить, любить, проповедовать окружающим. А ты хватаешь крест и, ой, не, Господи, мне надо пострадать, страдаешь. А кто-то никто не оценил. Ни ближний не оценил. И Господь тоже не оценил. Потому что Господь говорит, милости хочу, а не жертвы в другом месте. Милости. Вот и милость вот этого милосердия, это кротость, если в нашем сердце поселится. То когда уже будет какое-то страдание, мы к нему кротко отнесемся. Ну да, бывает, заслужил. А раз и где-то мы поймем, да не в принципе страдания нет. Ну да, где-то что-то несправедливое. Да отмахнись от этого рукой, ничего страшного. Смирись, живи, живи, радуйся жизни. Смирись, не в смысле пойди и подползи под это страдание, специально страдай. Вспоминаем, сколько раз Господь, там, они взяли камни, чтобы побить его, а он взял и оказался невредимым. Не смогли ничего сделать. Или они его повели там к скале, чтобы сбросить, а Господь взял и прошел сквозь них. Сквозь толпу людей настроить, но тоже чудеса. То есть, Господь вовсе не ждет, чтобы вот лишь бы пострадать. Но при этом он кротко поступает. А как Господь мог не кротко поступить? Ну там, огонь бы сошел, их попалил, там, окаменели, сами в камни превратились. Болезни на них какие-то жуткие. Там, звери бы пришли, растерзали. Кстати, вспоминаем, порог Елисии в Ветхом Завете, как раз медведица выходит и растерзает вот этих нечестивых, оскорбляющих его подростков. Да, что это вполне могло быть по логике Ветхого Завета. Но Господь, говорит, заповедь новую даю вам, возлюбите друг друга. И вот эту любовь, эту кротость, если мы проявляем, если мы без агрессии, то Господь и нас убережет, убережет от лишнего страдания. И тогда, да, будет у нас некоторый крест как часть наших страданий, но это будут лишь некоторые фрагменты нашей жизни, вполне нам посильные, которые не нарушат общего ухода нашего счастья, даже если это какая-то тяжелая болезнь, потеря близкого человека. Нет, мы это все спокойно перенесем. А в остальном с кротостью, с радостью, с весельем будем в радости проводить вот эту жизнь и, умерев, попадем в радость духовную, радость вечную в Царстве Небесное.